Государственный институт информатики и искусственного интеллекта основан 15 лет назад. Преподаватели и руководители ВУЗа говорят, они создавали его буквально с нуля. Сейчас здесь проходят международные форумы и конференции. Работая 160 преподавателей, учатся 2500 студентов. Решение о присоединении в ректорате принято после того, как здесь узнали о готовящемся в Кабмине новом законе о высшем образовании. Согласно ему, в университете должно учиться минимум 6000 человек. Руководители поняли, ВУЗ за несколько месяцев почти втрое больше стать не сможет. Поэтому, чтобы избежать сложности в будущем, решение приняли сегодня. Ректор говорит о потере высокой должности, даже не думал. Беспокоился только о коллективе. Больше думал о коллективе, о своем университете, потому что он так сохраняется. Двери больше, уверен в том, что он сохранится и наберет темпы развития еще больше. Информационные специальности, информатика, искусственный интеллект, конечно, который только у нас. Естественно, я так думаю, обнившись с подобными специальностями в кибернетике, информатике, я так думаю, это даст новый толчок еще в развитии этой науки. После принятия решений университет интеллекта станет институтом искусственного интеллекта в составе ДОННТУ. Сохранят издания и набор студентов. Преподаватели говорят, такая форма слияния опасений не вызывает. Рабочие места им обещают сохранить, а зарплату даже увеличить. Ведь статус национального дает 15% к окладу. Единственный страх за студентов. Поскольку у нас ВОЗ маленький был, мы каждого студента знали в лицо, мы общались с ними, мы их, как говорят, лелеяли каждого из них, так или иначе. Вот мы в дальнейшем так и видим нашу структуру. И хотя мы становимся сейчас институтом информатики и искусственного интеллекта, однако предположительно, что мы будем как та же структура, которая существовала до этого. Мнения же студентов по поводу укропнения разделились. Одни считают, что объединение даст им и возможность пользоваться общей библиотекой ДОННТУ, и самое главное – диплом престижного вуза. Другие тревожатся, здесь они уже привыкли. Нравится преподавание и друзья. А в следующем году все может измениться. Мне не сильно нравится эта идея, потому что, не знаю, поступал в один университет, а теперь вообще с каким-то другим станем. Привык уже к своим учителям, к этой системе обучения. С одной стороны, это хорошо, с другой – это плохо. Плохо, потому что начнется путаница. То есть мы поступали в один вуз, а переходим совсем в другую. Но плюсы, наверное, из-за того, что больше будет вузы, больше человек будет учиться, больше возможностей. В Донецком национальном техническом университете намерение объединиться подтверждают, но в интервью пока не комментируют. Говорят, за голосованием трудовых коллективов должно последовать решение областной администрации, Министерства образования и ученых советов вузов. В областном же управлении образования решения ректоров вполне поддерживают. Говорят, укрупнение просто необходимо, ведь в Донецкой области средняя наполняемость государственных вузов – 3,5 тысячи человек, частных всего 500. Это очень мало. А слияние обеспечит и лучшее преподавание, и материальное, и методическое обеспечение. Оксана Виттер, Алексей Костюк, Панорама.